Всем доброе утро! Я решила начать снимать видео снова. Мы, наверное, четыре дня уже в Торонто. Достаточно много. Просыпаемся, правда, мы до сих пор в пять утра, что достаточно тяжело. Да, сегодня мы пойдем в Торонто. Вообще, я решила начать снимать эти видео, знаете, когда за неделю такой влог. Сегодня вторник, буду снимать первый раз. Сегодня поймем в Торонто, там по делам. Я делаю завтрак. О, нет, не завтрак. Завтрак, мы поздравим, ключ в шесть утра. Я делаю, Боря, в школу еду. Вот. А также сейчас вам расскажу о парочке интересных штучек, которые я теперь применяю. Сейчас вам покажу. Мы в Москве купили такой прибор у Фролова, если знаете такого, если что, я ссылку оставлю внизу. Это насыщение водородом воды. И сюда я сейчас ее вылью, эту воду. Здесь у меня уже эта же вода. И, по-моему, девять ложек. Это называется яблочный уксус. Но я не уверена, что в переводе я правильно перевожу. Эппл, сайдер, винигер, я не знаю. Короче говоря, сидр яблочный, я не знаю. В общем, это очень полезно для здоровья. Мне прописали его в Москве. Об этом у меня еще будет отдельное видео. В общем, теперь я пью. Мне это нужно пить после еды. Вот, вот целый этот стакан. За день надо пить. Поэтому, по идее, чуть больше. Но я пока началась с такой дозой. Дальше. Господи, эти играют в бейсмите. Боря в школу получит сок, воду, сладкий картофель с кино. Вчера остался, я ему доделаю. А также салат, огурец порежу. И, может быть, сейчас еще мандарин. Но я знаю, что мандарин он не очень любит есть в школе. Так что, может быть, останется без фруктов. Посмотрим. А тут у меня сушится все, что мне для этого нужно. Так что, да, сейчас все это сделаю, попью. Потому что я уже поела. И, наверное, поедем. Так, вот, Федюша. А мы его ждем. Игрек ноет. Ну, он его сейчас поменяет, придет, и мы поедем. Куда? В общем, у нас все еще джетлаг, как я уже сказала. Ничего это не проходит. О, что это у меня такое? Какие-то штуки. Мы еще все спим. Не в попад. Точнее, вечером у нас еще хватает сил дотерпеть. Ну, до вечера. Но вот ночь. Я-то уже готова спать, как нормальные люди. Но вот Борис у меня опять пришел. В 5 утра. Вот, думаю, убью. А так, да. Вот. Но есть свои плюсы. Когда ты рано встаешь, ты столько всего успеешь переделать до того, как ребенок идет в школу. Что даже, я не знаю, может быть, в 6 утра и стоит оставить традицию просыпаться, на самом деле. Вот. А мы сейчас, да, нам надо компьютер сдать в Apple. Поедем, отдадим. Перекусим, я думаю, там. И поедем, наверное, домой. Потому что я что-то как-то полна решимости. У меня опять режим уборки. Вот. Я решила там кое-что перебрать, разобрать. И, в общем, при этом домой буду разбирать вещи. У нас, на самом деле, погоды стоят суперски. У нас тепло. Плюс 6. Я вообще, как видите, в маленькой такой кофточке, а курточке. И то я в моле, думаю, я ее сложу. Даша с собой взяла где-то здесь под нее этот ее мешочек. Вот. Уберу в сумку и просто буду ходить в рубашке. Которая, кстати, у меня очень-очень длинная. С таким шлейфом. Но я вам потом покажу. Вот. И... Что говорил-то? Дядька меня смутил. Он и Глебка. Вот. Ну да. Такие планы. Короче, да. Я хочу уж как-то, ну, закончить начать. Что? Тогда папа уже вернется. Сейчас вернет. Сейчас придет. Вот. Видео такие, где я в кадре что-то рассказываю. Я скоро начну снимать. Может быть, в феврале. Наверное, с февраля, со следующей недельной. Я начну снимать уже, когда приду в себя окончательно. Вот. А пока пусть будут просто влоги. Вот. Немножко зеркнулось. Я приехала за Борей в школу. Мне еще надо, ну, может, пару минут подождать. Вообще у нас дождь. И очень ветрено. С утра была прекрасная погода. В итоге все испортилось. Смотреть надо сюда. А я смотрю туда. Вот. Этот влог я снимаю на айфон. Просто потому, что мне пока не охота таскать с собой фотоаппарат. Плюс, если честно, я не смогу таскать с собой фотоаппарат. Обработать не смогу. Потому, что меня забрали пока ноутбук. Отдали Фединой сотруднице. Вот. В общем, да. Жду. Через пару минут их начнут выпускать. Я пойду. Ему тоже заберу. Горьку. Будут готовить обед. У нас сегодня будет на обед суп лапша овощная. пюре и запеченные грибы, морковь, лук и свекла. Так, я решила, что сегодня будет. Ну и овощи. Овощной салат. Все, пошла им. Подожди, у меня телефон не для работы. Нужно? Возьмите планшет. Вот что ли? А где пошла? Папа, можно? Я подумала вам рассказать, что есть сегодня Боря. Я даю в школу. Я ему там грею пюре с... Как это? Типа... С соевыми котлетками. Он их любит. Вчера остались. В общем, даем ему. Это как основной обед. Дальше я ему даю бутылочку воды. Воду я ему налила из этого нашего аппарата нового. Дальше сок. Такой вот яблочный. Дальше... Давайте начнем здесь у меня ягоды. Клубника и голубика. Дальше я ему даю вот такой вот на снэк водоросли. Йог, так сказать. Потом из сладенького даю вот... Мейтглук, я вам уже говорила. Ванилы криспи такие. Типа как рисовые. Такое сладенькое. Вот здесь у меня огурцы и салатные листики. Это ему... Это не вмещается вся еда. И сюда потом поставлю термос с его едой, в которую уже входит ложечка. Термос у меня фирмы Термос, кстати. Устрашиваю. Вот, все. Потом это я все закрою и положу ему в рюкзак. Такой у него будет сегодня еда в школу. У нас сегодня четверг. Что так кричите-то? У нас сегодня четверг, и я решила с ней сделать сук, лапшу. Долго готовила бульон. Добавился шпинат, горох, кукурузу, морковь и соль. Покажи, покажи, покажи. Можно охотить там горячо. Вот, смотри. Супа! Супа! Вот. Так что сегодня у нас такой суп. А, вот это то, что у меня осталось от бульона. Сельдерей, лаврушка, лук. Я сейчас просто все выброшу. Вообще, да. Надеюсь, будет вкусно. Ой, там больше бульончик. Сейчас я его долью. А еще мы ждем... Ребят, не кричите. А еще мы ждем гостей в следующие выходные. И я вот, ну, пошумею. Что как будет. Я хочу сделать такой-то посиделки с апперитивом. Шампанское, закуски. Потом вот этот основной стол. Ну, чтобы не было слишком много еды. Потом, я думаю, после еды сделать сырную тарелку. И уже потом перейти к десерту. Думаю, буду делать панакоту. Если на то, что-нибудь более легкое, то сделаю что-нибудь с фруктами. Но наши гости не дают фрукты. Они как-то так больше, потому что тяжелая пища. Поэтому, не знаю. Давайте посмотрим. Будем думать. Вот. А на этой неделе, пусть я себе пишу распоряд огня. Пытаюсь над ним работать. Вот пока все, что я себе наработала. Вот. Плюс там надо записаться еще. В салону разные процедуры. В общем, да. Сейчас будем составлять план действий. Какао. Приехали вечером в Старбакс. Вели какао. Буду свое планирование продолжать здесь. Так, мы сегодня в Торонте. Решила вам показаться. Нацепила такие ботинки. Не знаю. Не знаю, как пойдет. Ой. Иду. Гараж. Гараж. Добавимся Боря найти джинс. У него такие длинные ноги. Сейчас обращаю проблемы. Ему все всегда мало в длине, но очень широкой встали. Начинаю взять ему такую балку. То есть, я хочу вам показать один трюк. Как видите, я по малу хожу. Без верхней одежды. Она у меня лежит здесь, моя курточка. В такой балочке. Очень удобный. Заставить Борю чуть-чуть умереть. Проще удушиться самой. Ну, долго, Боря. Долго еще? Что, долго? Долго. Начинаю уже кипеть. Он ему, чтобы все померить надо. Крутку. Да. Хорошо, приехали. Офис. Одевай куртку, Боря. Почему? Потому что мы сейчас пойдем. На улице все-таки плюс один. Плюс два, плюс три. И солнышко. Вот почему соскучилась, так это по солнышку. Мам, я укачала. Боря такой губастенький. Не жарко. Прохладно, я бы даже сказала. Давай смотреть. Убила в Москве детям такие книжки. Дай попасть сюда. Какое следующее? В магазине. Ой, я не помню. Магиналин что ли? Не помню. Вот такие вот. Эти и блокноты. По-моему, по 90 рублей. А, 160. У Глебки там лабиринку проходит, а у Глебки разные задачи. И еще мне такой есть по-русскому языку. Давай. Тут надо найти. Среди овец надо найти других животных. Найди. Пока мы ждем Феде, я решила рассказать свое мнение на тему того, как была украшена Москва. Потому что, ну это такой вопрос, я бы еще хотела в инстаграме когда-то обсудить, в итоге забыла. Москва была украшена потрясающе на празднике. Очень красиво. Настолько красиво, что мне кажется, это был очень сильный перебор. Потому что, допустим, ну вот сейчас из комментариев, пошли комментарии к видео о нашем походе в кафе в Москве, в Ладури. Аня написала, что лучше, чем Торонто была украшена. В разы лучше, чем Торонто. Я даже думаю, лучше гораздо, чем страны, с гораздо более высоким ВВП, уровнем жизни и так далее, чем Россия. И мне кажется, в этом есть некий парадокс. То есть, как бы у нас в стране есть во что вложить деньги, я не знаю, в образование, я не знаю, в детское какое-то развитие, в здравоохранение, да во что угодно. А мы вбухали кучу, 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 огромный, я думаю, бюджет на то, чтобы украсить столицу. Я не знаю, как были украшены другие города, но я очень сомневаюсь, что точно так же. Плюс, ну то есть, мне кажется, знаете, это был уровень украшения города, знаете, как вот первое время чумы мне прям казалось. Ну в стране кризис, ну господи, ну какое вообще украшение Москвы настолько переборное. Конечно, да, было очень красиво все такое, но именно то, что это было настолько красиво, именно то, что другие города не были так украшены. В Москву приехало огромное количество туристов, и находиться в Москве было просто невозможно в центре города. То есть, вот мы еще были рано утром, и потом еще поздно вечером, когда вот, ну все это дело снимали. Там просто было не протолкнуться, и, как оказалось, это еще было мало народу, по сравнению с тем, как потом мы еще ездили, вообще просто жуть. Поэтому, я к чему? На мой вкус, возможно, я очень сильно придираюсь. Мне кажется, ну что вы делаете, ребят? Мне кажется, это был очень сильный перебор, и это... Борь, оставь, Борь, оставь его в покое. Мне кажется, это был очень сильный перебор, и оно того не стоило. То есть, мы не та страна, которая должна была так сильно выпендриваться. Понятно, что это был выпендреж чистой воды, и это был именно тот случай, когда нужно было пустить, наверное, пыль в глаза, и как бы сделать вид, что у нас вообще все вот так в стране, хотя на самом деле все далеко не так. Но, не знаю, я такие вещи, я такие вещи не понимаю. Мне кажется, это неправильно. Че, вот че у вас? Че у вас там? Мама, пупы! Борь, что ты делаешь? Вот, так что да. Такое мое мнение. Вот, москвичи, что вы думаете по поводу того, как была украшена столица. Дети сходят с ума, вообще приехали по завтраку. Такой москвичи. Те-то, тё-то, тё-то. Попки-то, тё-то. Попки-то. 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 А, пупки-то. Попки. Милое место оказалось. Что, мы с собой взяли чего-то. Пар. Было вкусно. Это исключительно веганское кафе. Поэтому у него... Ну, я бы не знаю, десерт мы взяли вот домой, попробуем. Дома. А еда вкусная. Вполне-вполне. Господи, падаю. А это то, что мы взяли домой. Все было очень красиво упаковано. Мне кажется, они прям вдохновились ладури. Если еще это и не ладури для них делала. Они заняты. Я-то себе выбрал Глебка. Вот этот вот шикарный. Подожди, подожди, не пугайся. В смысле, подожди. А это мы.